все на баскетбол уже с утра рванули а я одна дома останусь потому что ты он на баскет теперь ходит по утрам и ленка хочет посмотреть как он играет и постоянно каждую субботу нет рано утром стоят и едут все кучи как день то хочу их поснимать пока доброе утро мои дорогие я вам уже говорил что во франции мы ходим в обуви по домам у меня обувь совсем новенькая я вот я показывал в прошлом буквально блоге или или позапрошлом не знаю ну вот получается удобные такие мне вообще тянет на такой цвет смотрите у меня штаны сегодня такие бирюзовые темно-бирюзовые кроссовки тоже светло-бирюзовые и желтые носки когда вы живете на юге франции вы можете позволить себе вот такого рода цвета вот вам веселое настроение иди поздоровайся со всеми скажи привет доброе утро день вечера зависимости от того когда вы смотрите у нас уже честно говоря обед потому что они целый день в какие-то ну не двигай доченька они какие-то игры играли с папой я занималась прятком опять в доме как всегда в общем то а теперь я иду на кухню для того чтобы сделать что картофель фри и ветчину забросил короче будем есть картофель фри потому что полдня что мы решали кто что хочет кто чего не хочет а я знаете сегодня так крепко спала и хорошо но всю ночь мне снилось что у меня появилась эта собака и что я не ухожу что мне там на кухне нагадила короче все как-то в кучу мне все это снилось видимо до такой степени я вошла уже в роль хозяйки псины этой знаете если реально я я серьезно говорю если у меня появится эта собака я реально я ей канал заведу я настолько хочу но не могли мы до этого и денег не было это раз а во вторых мы не могли решить если мы остаемся во франции или нет а перевозить за собой собаку там короче волнительная такая у меня появилась сейчас это черта жизни я пришла к волнению потому что я чувствую что скоро она должна появиться откуда не знаю заметки о французах вопреки тому что вы видите в моих блогах и вы думаете что салаты французы едят постоянные со всеми блюдами я сейчас вам расскажу о том что это не совсем так точнее быть то они всегда едят салаты с блюдами это просто даже какие-либо салаты когда подаются тогда они всегда подаются на подушки из салатных листьев но салаты подаются как правило летом то есть вот я сейчас сделаю скорее всего последнее потом я вот салат уже покупать особо не буду потому что в дальнейшем все-таки в блюдах привилегируют но больше все-таки овощей каких-нибудь тушеных или на пару например да но вот таких вот салатов с салатными листьями свежими помидорами и огурцами уже не будет зимой смотрите какой у нас получается обед из ничего вообще до листья салата у меня здесь с перцем красным болгарским петрушки у меня здесь много и помидорчик один здесь на картофель фри каждому в тарелочку здесь не видно а положили по кусочку ветчины это вот галетки рисовые у меня остались а это то что из вчерашнего блога я делала я сделал два паштета один у меня куриный паштете да тоже из остатков курицы под сливочным соусом это паштет у меня ну вы видели рецепт во вчерашнем влоге был а это опять напишите черт и что я сбоку бантик это чай с каркаде холодный колобок-колобок а я тебе съел ой я тебе зайц я я теперь скажу свою колобок вернись я колобок я колобок румянный бок румянный бок руняный бок бам 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 бэребит абсусы галактик да ай,на,на,на,на упорок я не привык дедушки ушел я бабушки ушел и я тебя я зайчики Я обязательно уйду Я Тео делаю бутерброд и нянь называется На рисовой галетке Он просто попросил у меня этот паштет Я не знаю, какой лучше Вот так А ему половину такого, половину такого Не то что Ну хочешь, подойди поближе Я ему показываю, там у нас паук утонул Ну пошли, посмотрим У нас большой-большой паук утонул И лежит такой на дне И не шевелится Вот Не видишь? Вот Но я камеру опускать не буду туда Видишь? Я думаю, это мустик Да, это мустик Ну это мустик Сколько градусов вода? Давайте посмотрим Мы уже где-то месяца два точно не купаемся Холодно Сколько? 16 градусов Ну да Ну что они сказали? Что красивая, да? Да? Ну-ка покажи мне Покажи на камеру Как ты красивая Ой, какая ты красивая Горюшечная девочка Я, блин, обещала Обещала Я все-таки до этого дошла Я разбираю одежду в ее шкафах Я вам сейчас покажу Что это Смотрите Вот здесь у меня всякая одежда Которая на нее мала Здесь одежда Которую я оставляю Это куртки Она все перемиряет И я их вешаю в прихожей Это летняя одежда И здесь еще завалы Они просто не заканчиваются Тут еще под тумбочком там куча всего В общем, я так думаю, что я здесь точно надолго еще Поэтому буду продолжать разбирать Аленка еще должна померить Раз, два, три, четыре, шесть Восемь 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 Курточек и пальто Давай, вот эту складывай Сейчас другую тебе еще дам померить Вот, вот, вот Пап Друзей Ой, какое пальто Шикарная, дочка Иди в зеркало посмотри Иди застегивай пуговички Перед зеркало Ну покажись папе ему Эй, 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 Тео Ты померяй Или не нравится тебе цвет такой Очень красивое Французское пальто Между прочим Давай Вторую ручку Ты знаешь что? Это тебе подружка твоя однажды подарила Она уехала жить в Канаду И она уже большая Тебе цвет не нравится что ли? А че шикарный? Ты че? С шарфиком Знаешь, как красиво будет Подожди, я тебе сейчас шапку еще дам Тоже Такая шапка, вот как француз Да, прям, смотри Вот Это вот с этим носится Ну я тебе просто Просто померяю Ну пожалуйста Просто померяй Я не говорю, что тебе нужно ее одеть Доченька Доченька Вот просто согласись Вот просто померяй Ты поймешь, что мама права Что тебе Ну пожалуйста Иди просто померить Вот моя мама со мной так же поступала Она лишь на меня заставляла мерить Всякую фигню А мне кажется, что берет тебе пойдет Доль Что? Полдавиню Полдавиню А то Ну стань Просто посмотри на меня Я не вижу так Надо ушки тоже прикрыть Подожди Ну смотри Посмотри Вот знаешь, вот ты вот прям настоящая француженка Дочка Вот знаешь, вот честно тебе говорю Тебе можно носить всякое открытое Чтоб открытое лицо было Иди папе покажи Вот здесь вот тебе скажет Еще одно дело А что, их нет уже здесь? Они на улице Вон там Иди показывайся Модница ты моя Ходит и всем показывается Пока разбирала во всех этих нижних ящичках Вот здесь нашла вот такую вот штучку Это когда Ленка родилась Она у нее висела над кроваткой Елена, 22 июля Подожди В 21.51 Одну минуту она родилась Подожди, доченька 3 килограмма 80 грамм 48 с половиной сантиметров И мы были в 127 комнате Что? Давай дальше убирать Смотри, у нас еще сколько осталось тут Давай Знаете, вообще не пожалела, что потратила время на разбор Потому что сейчас намного понятнее, что к чему Наверх я сложила та одежда, которая считается летней То есть, возможно, в следующий год она сможет носить Потому что она практически не растет А еще я сложила куртки Оказалось, что у нее курток и пальто примерно столько же, сколько кофт Но она же не может постоянно менять куртки Понимаете? Поэтому я там 3 ей повесила На будущее А эти все пока сюда сложила Это то, что она может носить Но у меня еще получатся очень много вещей высохших И стирки Поэтому я думаю, что забью эти шкафы Это точно Потом у меня еще то же самое с обувью происходит Здесь на полу сейчас лежит целая куча обуви Потом, смотрите У меня получилась целая вот такая вот коробка одежды Которую... Ну, одну я, значит, в мешок сложила Которую продать точно невозможно А вот эту коробку я просто продам За 10 евро, например, на ebay Кто-нибудь заберет ее Уже какая-то копеечка Конечно, по-хорошему я хотела еще разобрать все их игрушки Повыбрасывать Сделаю то же самое с одеждой своего супруга И с одеждой своего сына И все это успеть сделать на этой неделе Потому что Если вдруг Потому что у меня встреча с доктором во вторник получается Если вдруг Меня нужно оперировать То в ближайшие 6 месяцев я им ничем не помогу Я бы хотела просто, чтобы у меня в доме было все разложено Чтобы им было легко справляться Пока меня не будет Или когда я буду не очень Рентабельная, так сказать, да Вот, поэтому я хочу на этой неделе обязательно все закончить И потом уже будет видно, что дальше делать Кто-то мне в комментах написал, типа Ну да, имей такой чайничек Грех чай не попить И вы представляете, мне эта фраза до такой степени вбилась в голову Что каждый раз, когда я прохожу возле этого чайника Я себе говорю Блин, у меня такой чайничек Грех чаю не попить Но я сегодня весь день Пинаколадовый, Дима Вот это тут пила Но это красный такой Как это называется? Каргамот Или что-то такое Ну очень вкусный Прямо Но он кислый Но со вкусом пинаколады Вот так вот А сейчас вот тот, который Жижука купил Мне он все-таки больше нравится Потому что у него более насыщенный такой вкус А вот тот, что я купила Который Рев называется Мечты которой У него такой травяной запах Прям знаете Какую-то ромашку какую-то пьешь Ну и уже можно Уже 6 часов вечера Уже можно начинать Релаксирующие чайки пить Так что Я не побрезгаю Пришло время Так сказать Чаегничество И опять в одиночестве Чаегничать буду Зато с медом В этот раз у меня есть мед Я купила такой Кремовый хороший медик Смотрите Замечательный такой Кремовый медик Купила Ну а сейчас с медиком Девочки-мальчики Пока не забыла Хотелось бы просто Поговорить немного об этом Потому что мне кажется Что это может смотивировать Других людей Да И эта тема может быть Интересна всем Мне сейчас Одна из моих зрительниц Видимо постоянных Которую зовут Лена Беккер Она написала Наши мечты материальные Нужно верить И они обязательно сбудутся Милочка Я так рада за вас Маленький Джеймс Скоро обретет новую семью И ему очень повезет Что он именно попадет В вашу семью Где царит позитив Добро и любовь Спасибо за новый рецепт Но я вот не про рецептика И не про Джеймса Хотя и про него В том числе Хотела бы поговорить А про сбытчу мечты Я люблю так называть это Я поразилась Насколько эта карта работает Начнем с того Когда это все получилось У нас вообще Мы как-то с ты Еще даже Ленки у нас не было Составляли карту На следующий год Мы хотели ее повесить На стенку Мы там вырезали Он себе какие-то конструкторы Там повырезал Я себе Красивую фигуру Красивое платье Ожерелье Там не знаю Машину Короче Компьютер Это важно Вот отмечайте для себя Компьютер И белые зубки Такие себе Отметила И дом Я очень хотела Переехать в другой дом Потому что А нет Ленка уже была Она была совсем маленькая И поэтому Мы хотели бы переехать В другой дом Потому что Эта квартира Стала маленькой Для нас Для четверых С котом Ну и плюс Соседи там не нравились С соседями были проблемы С новыми Поэтому Вот так вот Хотелось переехать И тот дом Который мы вырезали Я потом Настолько поразилась Насколько Этот дом Внешне Похож на ту картинку И Это еще не все Я тогда не думала У нас был всякий переезд Мы уже об этом думали Там и прочее И вдруг У меня просто Начали крошиться зубы Вот два вот этих зуба Вы можете помнить Это было там уже полгода назад Просто я ела А они у меня начали Вот так вот крошиться В разные стороны И видите Я была не готова К тому Чтобы исполнилось Мое желание По поводу Других зубов Там да Чистеньких Красивеньких Беленьких Но оно начало сбываться Вопреки всему Понимаете Я просто вынуждена Была идти к доктору Так бы я еще тянула Целую вечность Чтобы пойти к нему И я к нему пошла И он мне тогда Их заодно и почистил И запломбировал То есть зубки у меня Сейчас в хорошем состоянии Про компьютер То же самое Я бы еще долго говорила То что Ну уже новый компьютер Там прочее Пока у меня просто Он не сломался И тогда я просто Вынуждена была Идти покупать Другой компьютер Ой молодец Какая Дрова насобирала Ну иди Иди Разжигай костер Вот понимаете Вот таким образом У меня из карты Два желания Исполнились Без того Чтобы я что-то делала Для этого Хотя по правде говоря Конечно мне бы хотела Чтобы зубы Я как-нибудь под руком Привела в порядок И то же самое Касается компьютера Он до сих пор У меня вот в моей карте желаний Он в карте желаний Моих Потому что Это не тот компьютер Который я хотела Вот так Теперь Когда у меня собака На этой карте желаний Я просто уже даже Перестала думать о том Сбудется оно Или нет Я настолько верила Что у меня появится Этот пес Понимаете Что я честно говоря Не понимала Кстати во второй раз уже Посмотрите мое видео О боже дом наш Называется Это когда Вот это вот все Непонимание Нет Подождите Посмотрите видео Давайте я ссылки внизу Оставлю Два видео Обязательно посмотрите Это важно В одном видео Где я говорю Что я до сих пор Хочу этот дом Уже столько времени Столько месяцев Прошло Я хочу этот дом Но Жульен Категорически против И в следующем видео Уже он хочет А я не очень Но в любом случае Мы туда переехали То же самое Договариваю Быстро батарейка садится То же самое касается пса Я очень его сильно хотела Он говорил Нет Как только я перестала Думать о нем Он сказал Да Нам он нужен Выключаю камеру Завязала батарейка Что-то эта садящаяся батарейка Сбила меня с мысли Ну в общем вы поняли Да Я рассказала Что я поверила в то Что желания могут сбываться Если о них реально Очень много думать И завести вот эту карту желаний Которые казалось бы Каким-то просто Глупым таким развлечением Да Там фотографии Ну я лично заказываю фотографии Не вырезаю ничего из журнала Я именно в гугле Поищу то что мне надо Распечатаю их И в эту карту свою вставляю Так вот После того как у меня получилось Это с домом И сейчас я знаю Что у меня это получается С собакой тоже Я провожу небольшие тесты Такие Возьмите на видео На эту тему Куда войдет и дом И собака Если она у меня будет Ну мне кажется Уже слово Если нельзя говорить Скорее всего Она будет Она кстати проверит Родились щенки или нет Потому что если они родились То получается 8 недель Потому что их можно забирать Только через 8 недель Это будет именно На Рождество католическое Вы представляете Какой это может быть Подарок для всей нашей семьи Чтобы получился Именно в Рождество Мы забрали этого щенка Это будет просто нереально Мне кажется И только я вам сказала Про это Решила зайти на Страничку в фейсбуке Потому что я сегодня Целый день обновляю Я знаю что Папа и мама Джеймса Должны сегодня Рожать Или как это сказать Ну мама Джеймса Она должна сегодня Родить щенят И если честно Это вот как Как мои собственные роды Вот сейчас Я аж плакала У меня слезы потекли Она выставила Фотку Что сегодня Родились эти щенки Пока никакой информации Нету Сколько И если там Мужской род Вообще Но Они в общем Сегодня Родились Пока Терригорь Что у меня опять Весь влог Про жрачку Смотрите Вот такой вот сыр Я купила в Лиддле Вообще за бесценок Просто Жулиуф Его нужно открыть Он сказал Перед тем Как мы его будем делать В камине Нужно его открыть Немного Подержать рядышком Вот так И потом мы его сделаем В камине И будем хлебушком Макать и есть Макать и есть Он не пух Он не пух Ты наложила сухариков себе целую кучу А теперь не хочешь их есть На тебе Немножко с жидкостью Будешь? Ну нормально, дочь А мужики уже пошли сыр делать Подними джинсы свои Ты успел прочитать, что написано на трусах твоего отца Да Улю, папе Слишком жидкий Слишком жидкий Корочку мне, остальное сами есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok